Продолжение следует... Продолжение следует... Это очевидно было, что неожиданно какая-то тень покрывала Луну или Солнце покрывалось темной тенью. Всегда с древности ожидали каких-то тяжелых страшных событий в это самое время. И наблюдение, эта статистика позволяет определить, что действительно очень многие странные и достаточно тяжелые экстрафические события происходят вблизи солнечных и лунных затмений. Почему это происходит, до сих пор неизвестно. Видимо, этим должны заниматься действительно серьезные ученые. Но с точки зрения астрологии, совершенно астрологи не обязаны отвечать на этот вопрос. Астрологи располагают только знанием о циклических закономерностях. Так вот, циклические закономерности, связанные с затмениями, позволяют определить, что многие действительно события критические, катастрофические, связанные и со стихийными бедствиями, тяжелыми переменами в политических событиях, катастрофами рукотворными. То есть, всевозможные аварии и авиакатастрофы, цунами, землетрясения действительно, к сожалению, происходят в это время. Вот давайте посмотрим, какими же будут нынешние затмения 11 и 26 февраля. Ну, во-первых, давайте разберемся с ними с точки зрения астрологической традиции. Я в данном случае, я попытаюсь их трактовать с точки зрения авистийской астрологии. Собственно говоря, к этой системе я принадлежу, принадлежит моя школа астрологическая. И вот с этой точки зрения затмения Солнца и Луны, в данном случае, они всегда следуют друг за другом. Лунные и солнечные, или солнечная и лунная. Иногда два, иногда три затмения. В этом году два затмения будут наблюдаться как раз в феврале, а следующие два в августе. Они действительно указывают на общие тенденции, которые должны осуществиться в течение приблизительно месяца-полутора. Вот считают, что в течение полутора месяцев, приблизительно, если затмения не затрагивают, более серьезные какие-то точки. Мы сейчас об этом поговорим, разберемся с этим. Тогда в течение месяца-полутора они реализуются. Почему месяц-полтора? В данном случае точно месяц-полтора. Потому что затмение лунное происходит в полнолунии, и реализация его, так ли, древние, происходит до следующего новолуния. А это всегда две недели. А солнечное, следующее за ним затмение, всегда наблюдается в новолунии. И это будет 26 февраля. И срок реализации до следующего новолуния. А следующие новолуния будут через месяц. Итак, месяца-половина месяца, это будет полтора месяца. В течение полутора месяцев необходимо ожидать именно реализации тех событий, которые будут заложены во время двух затмений. 11 и 26 февраля. Давайте рассмотрим затмения с точки зрения их видимости. Первое затмение 11 февраля будет видимо на всей территории Евразии. Ну, за исключением там Камчатки, Дальнего Востока. Вот они там, жители этих регионов, его не наблюдают. А мы все его можем наблюдать. Будет ночь под утро. Это будет в 3 часа 43 минуты ночи. Следовательно, если будет ясная погода, то можно наблюдать частичное такое затмение Луны. Небольшая тень пробежит по Луне на некоторое время. Давайте посмотрим, какие же выводы можно сделать из этого затмения. Затмение следующее. Следующее затмение кольцеобразное считается гораздо более интересным, потому что кольцеобразное затмение всегда связано с близостью так называемой черной Луны или апогея лунной орбиты. А черная Луна или апогея лунной орбиты всегда связана с неким фокусированным выражением зла, темного начала. В авистийской астрологии она называется точкой дьявола. Ну, скажем, указывает на скрытые темные силы, которые могут освобождаться как раз в то время, когда солнечное затмение будет наблюдаться вблизи вот этой наиболее удаленной точки на лунной орбите. Сапоги лунной орбиты, которая называется черная Луна, а в западной астрологии ее называют Лилит. Так вот, 26 февраля, следовательно, более интересное затмение наблюдается. Ну, в северном полушарии оно невидимо. Узкая полосочка, где она будет наблюдаться полностью, полная фаза в южном полушарии, только на юге Чили и Аргентины, а также в Тихом и в Атлантическом океане. Ну, это не значит, что только в этом регионе что-то может произойти, может произойти где угодно, но этот регион, он более интересен с точки зрения наблюдения данного затмения. А произойти может где угодно. И для того, чтобы определить, что же может произойти, нужно вспомнить, что у каждого затмения есть своя предыстория, есть свои циклы. Затмения собираются в циклы. Есть циклическая документность, связанная с затмениями. Она называется словом «сарус». Вот «сарус» связан с повторением затмения через каждые 18 с небольшим лет. И вот то, что было заложено 18 лет назад, это два «саруса», два «саруса» повторения затмения, они могут реализоваться сейчас, в ближайшее время. Давайте посмотрим, кинем взгляд в прошлое, а именно в 1999 год. Если мы отнимем от нашего года 18 лет и несколько дней, обычно это 10-11 дней, то это будет где-то конец января и февраль 1999 года. Конец 20-го столетия. В Российской Федерации правит Борис Николаевич Ельцин, которому останется всего лишь нам всего меньше года, для того, чтобы быть его отставку. По моему, кстати говоря, точному прогнозу. Затмение лунное прошлое, которое сейчас пытается 11 февраля, наблюдалось 31 января, как раз накануне дня рождения Бориса Николаевича Ельцина. Кстати, очень интересно, что затмение в день вашего рождения закладывает фатальные, тяжелые, необратимые циклы, может быть, даже катастрофические, на целый год. Это надо запомнить. У Ельцина затмение было практически в день рождения, накануне дня рождения. Так называемый соляр, возвращение солнца. И в течение года он ушел в отставку. Понимая, что если он не уйдет, его ждут очень тяжелые события. Если у вас, кто-то сейчас смотрит, будет примерно такая же ситуация, что он родился 11 февраля, или 26 февраля, или вблизи этих дней, ну, скорее, немножко чуть-чуть раньше, накануне, скажем, 10 или 25 февраля, то у вас события могут быть действительно очень серьезные. И если они произойдут, то они могут иметь очень далеко идущие последствия. Когда все произошло, гром грянул, уже поздно пить боржоми, или поздно пить нарзан. Потому что происходит то, что вы не сможете никак уже изменить. А вот заранее можно. Вот Борис Николаевич Ельцин, видимо, по подсказке кого-то из своих кремлевских, то ли астрологов, то ли экстрасенсов, действительно, упреждающим ударом, припинил упреждающие действия, и незадолго до своего дня рождения ушел в отставку. 31 декабря 99-го года. И также не безинтересно знать, что же было тогда, и что может повториться на другом уровне до конца марта 2017 года. Кстати говоря, в это время будет праздноваться 100-летие со дня февральской революции. В 2017 году события февральской революции начались как раз в конце февраля, что совпадает с нынешним затмением 26 февраля практически точности. Я, конечно, не говорю о том, что может повториться нечто подобное революционным событиям 1917 года. По крайней мере, это может быть, но не в нашей стране. Гороскоп Российской Федерации, на мой взгляд, пока достаточно устойчивый, и в нем вряд ли могут происходить, из него проистекать те события, которые имели место 100 лет назад. Однако, необходимо вспомнить, что вот именно в этот день, 11 февраля, когда-то, очень давно, но не в цикле данного затмения, не во время Сароса, но тоже очень важно, какие события имели место 11 февраля. Ну, кроме, значит, мы говорили на прошлом, на саросном цикле, день рождения Бориса Николаевича Ельцина, а вот в настоящее время, 11 февраля, что было? Так вот, 11 февраля победила «Исламская революция в Иране», точно 11 февраля 1979 года. Пройдет ровно 38 лет. Так вот, настоящее элудное затмение, оно попадает в так называемый «соляр» этой революции, то есть годовой гороскоп. Что можно предположить? Сразу предполагаем некие события, тяжелые события, связанные с Ираном. Возможно, конфронтация Ирана с западными странами, возможно, с Соединенными Штатами Америки, поэтому и случайное заявление Дональда Трампа недавно по поводу Ирана, достаточно жесткое и недвусмысленно свидетельствующее о возможном охлаждении их отношений. Это не просто так, и может иметь достаточно серьезные последствия, по крайней мере, в течение месяца. Приведет ли это к войне? Надеюсь, что нет, но все может быть. И может иметь место и такое развитие событий, правда, впоследствии. Мы предполагаем некий поворот событий, который связан с прошлыми, так сказать, циклами, связанными с данными затмениями. На прошлом цикле затмений в феврале месяца 1999 года умер бывший король Иордании, предыдущий король Иордании, Хусейн бен Талал, и его сменил ныне здравствующий король Абдулла. Это произошло 7 февраля, аккурат между двумя затмениями, прошлыми, саростными повторениями нынешнего затмения. Одно из них было 31 января, другое 16 февраля. Так вот, Иордания находится в непосредственной близости от боевых действий в Сирии нынешних. И поэтому новый поворот событий, который может иметь место в этом регионе, вполне вероятно, и вовлечет и данную страну в эту, так сказать, не дай бог, кровавую мясорубку, которая тоже может иметь место как раз в феврале, в марте месяце. В Турции в это время был как раз накануне затмения 16 февраля захвачен лидер курдских сепаратистов Абдула Джалан. Это было 15 февраля как раз накануне затмения. И это действительно привело к тяжелым последствиям в турецком Курдистане. И делаем выводы из этого. Нечто подобное может повториться и сейчас. Курдские районы в Турции продолжают оставаться рядом с зоной боевых действий, рядом ИГИЛ, рядом Сирия. И все может быть, что волнения, которые могут там подняться и очень тяжелыми последствиями вполне могут иметь место как раз в конце февраля, в марте месяце нынешнего года. Как раз как следствие вот этих двух затмений. Особенно второго затмения, кольцевого солнечного затмения. Было очень много в то время терактов. Теракт в Ташкенте, например, был. Взрывы в Стамбуле. Это в февраль-марте 1995 года. А теракт в Ташкенте, он был как раз ровно 16 февраля. Взрывы в Стамбуле в марте месяце 99 года. А также множество авиакатастроф. Вот это, к сожалению, может иметь место как раз в ближайшее время. То, чему нужно необходимо опасаться. Ну, авиакатастрофы, они связаны все-таки с человеческим фактором. Их можно поправить. Ну, а вот что касается других стихийных бедствий и катастроф, то это нужно иметь в виду. И я не знаю, что нужно сделать. Здесь, наверное, можно просто повышать бедительность. Вполне вероятно, что они могут случиться после наступления второго затмения. А именно 26 февраля. Почему я делаю такой вывод? Потому что затмение наступает непосредственной близости от соединения Марса с Ураном. Вот это очень интересное соединение. Причем оно будет ровно сразу же, через несколько часов после затмения. И наступает оно в 23 градусе Овна. 23 градус Овна традиционно считается разрушительным и катастрофическим градусом. В это время, сразу же после затмения на небе несколько планет будут занимать именно так называемые разрушительные градусы. Марс с Ураном, потом Плутон и заходящий лунный узел. Вблизи заходящего лунного узла происходит первое затмение 11 февраля. Так что нас ждут очень интересные, серьезные, тяжелые события. Кстати, второе затмение связано также с планетой Нептун. Это затмение будет в знаке рыб и рядом с планетой Нептун. Нептун, который традиционно считается повелителем морей и колебателем Земли. По статистике очень много землетрясений, стихийных бедствий, особенно связанных с Землей и морем. Эпицентры, которые находятся в море или в сейсмической зоне Тихого и Атлантического океана, происходят как раз вблизи затмений. И Нептун играет не последнюю роль как индикатор данных событий. Так что вследствие данного затмения 26 февраля могут быть и землетрясения, повышенная сейсмическая активность, как раз-то может быть в начале марта 2017 года, поэтому нужно повышать деятельность. Также возможности авиакатастроф, и рукотворных всевозможных аварий, возможности и отравлений и аварийно-химических заводов. Почему? Потому что Нептун также связан с отравляющими веществами, всевозможными кислотами, газами и прочими химическими веществами. Это, конечно, только предупреждение. Любые прогнозы по гороскопам, в данном случае то, что я и сейчас демонстрирую, они являются лишь предупреждениями, лишь некими сигналами, связанными с повторяющимися циклическими закономерностями. Полностью, конечно, это сделать абсолютно точный прогноз, к сожалению, пока еще невозможно, но определенные тенденции определить вероятно. Также следует обратить внимание на первое затмение, которое связано с планетой Плутон. Почему? Потому что Луна, лунное затмение будет наблюдаться в 23-м градусе Льва, а 23-й градус Льва традиционно считается градусом экзальтации Плутона. Так вот, Плутон, сам Плутон, связанный с этим затмением, будет находиться в разрушительном 19-м градусе Козерога и находиться в катастрофическом так называемом Тау-квадрате, то есть квадратурах к Юпитеру и к Урану. Чуть позже туда подойдет и Марс. Следовательно, что мы делаем, какой мы делаем вывод? Плутон связан с массовой энергией, с активностью большого количества народа, а также с стихийными бедствиями и катастрофами. Юпитер связан с властью, Уран связан с переменами, связан с внезапностью и неожиданностью. Следовательно, внезапные и неожиданные встряски, в том числе политические, которые могут быть в оброчное большое количество народов. Все это может иметь место сразу же после наступления второго затмения. Тенденции будут наблюдаться уже после первого затмения, а самые серьезные критические события могут наблюдаться сразу после второго затмения, то есть в начале марта 2017 года. Но такой вывод можно сделать, исходя из беглого взгляда на планетную констелляцию на февральские затмения. Ну, я надеюсь все-таки, что вот таких страшных критических событий, подобных тому, что были в 1917 году, все-таки не предвидится, по крайней мере, у нас в России, это возможно в зоне видимости затмений, может быть, это будет в Южной Америке, либо в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона, на Дальнем Востоке и на Ближнем Востоке, в районе Миспотамии, Турции и Персидского залива. Вполне вероятно, что это может быть именно там. Я говорю это не только по тому уже вышесказанному сообщению о том, что первое затмение связано с исламской революцией в Иране. 11 февраля 79-го года она победила там и сейчас это совпадает с частным солнечным затмением. Не только по этому, еще по многим другим. Сейчас я просто уже, исходя из невольфового количества времени, просто не могу об этом сейчас перечислять всю астрологическую кухню, но тем не менее тенденции подобного рода они прослеживаются. Также можно сказать, что в марте месяца, особенно после 7-8 марта, могут наблюдаться совершенно неожиданные перемены, связанные с политическими лидерами. Это будет возможно определить по сильному влиянию планеты Уран, которая как раз связана с резкими неожиданными переменами, реформами, включениями нового законодательства с лидерами и со скандалами, связанными с этими как раз политическими лидерами. Такую тенденцию можно определить по данным затмениям, причем все, что происходит в затмении, это всерьез и надолго. И даже если это окончательно не проявится в феврале, в конце февраля и в марте, то обязательно это будет заложено некие рычаги влияния на большие политические события в течение очень большого срока, особенно после 26 февраля. То есть будут приняты какие-то законы, будут появляться новые лидеры, новые политические фигуры, которые приходят серьезно надолго, но вряд ли они в самое ближайшее время могут управлять ситуацией в мире. То есть они будут только презентовать себя, только мы о них узнаем, а проявятся они только впоследствии. Это те события, о которых можно рассказать на основании тех космических констелляций, составленных на 11 и на 26 февраля 2017 года. Подводя всему этому итогу, мне хочется также рассказать и о том, как будут себя чувствовать разные люди в течение ближайшего времени, на кого вообще затмение действует. Не надо пугаться за счет того, что затмение действует на всех, оно вовсе не такое страшное и катастрофическое, в общем, разные люди реагируют на него по-разному. Конечно, люди метеозависимые, люди высокочувствительные, люди, которые очень сильно принимают близко к сердцу все, что с ними происходит, люди подвержены влиянию, конечно, затмение реагирует гораздо сильнее, затмение солнца и луны, люди с очень глобильной психикой, люди подвержены, скажем, нервным заболеваниям, вот им необходимо принимать меры безопасности обязательно, фаталисты, то есть люди, которые считают, что в их жизни все предопределено, они ничего не могут сделать, а зачем заглядывать в свой гороскоп, все равно ничего не изменишь, и бояться перемен, вот такие, которые боятся перемен, вот такие люди как раз более подвержены влиянию данных затмений, есть люди, на которых затмения практически не действуют, это люди, которые сами не родились в затмении, у них не очень сильное действие ни солнца, ни луны, как правило, это люди, рожденные под, либо под, если они не родились в затмении, родены под знаками, в основном знаками земли, люди, рожденные под знаками земли, и не во время новолуния, полнолуния, они менее всего подвержены влиянию лунных и солнечных затмений. Исключением из этого правила являлся только Карл Маркс, который родился под знаком земли под телецом. Он родился как раз точно в день как раз кольцевого солнечного затмения. Считается также, что во время затмений лучше всего, скажем, избавляться от вредных привычек. Такое тоже правило существует с древности. Например, от курения, от алкоголизма, от какой-нибудь другой формы зависимости, например, наркотической. Но для того, чтобы более правильно настроить себя на позитивный лад, необходимо перед этим очень серьезно к этому подойти и с большим наслаждением прямо во время затмения, а лунное затмение будет 3 часа 43 минуты наслаждением выкурить последнюю сигарету. Но сказать, что она действительно последняя. И после этого лечь спать, проснуться и уже не курить. Так лучше себя настроить, потому что природные циклы будут этому действительно способствовать. Но, конечно, это не касается приема употребления наркотиков. Ни в коем случае их вообще нельзя употреблять. Мы имеем в виду только какую-то не такую страшную зависимость, как, например, вот легкое влияние, там, допустим, курения или чего-то еще. Но зависимость, в том числе и психологическую зависимость. Если у вас проблемы с наркотиками, обращайтесь к серьезному специалисту. Здесь затмение вам не поможет. Менее такие серьезные и экстремальные формы зависимости. Да, здесь можно попробовать и то, что рекомендовали древние относительно затмения Солнца и Луны. Что касается солнечного затмения, то лучше всего продумывать серьезный какой-то план или проект на будущее. Все, что вы задумаете, считали древние. Но это вы сами проверяете, бывает по-разному происходит у разных людей. Все, что задумано во время солнечного затмения, оно тоже всерьез и надолго. Здесь нужно построить план очень серьезный. Может быть бизнес-план, который вы, в который вы вкладываете все свои силы, на которые вы очень серьезно рассчитываете. И может быть так случится, что на целых 18 лет вы включите очень позитивную программу. Конечно, в том случае, если в вашем гороскопе нет противопоказаний. Для этого нужно, конечно, к этому гороскопу обращаться. Не нужно все это абсолютизировать. Нужно просто принимать меры определенные, если они действительно изначально по циклическим закономерностям необходимы. Общие рекомендации для всех во время затмений следующие. Во время затмений лучше всего как можно меньше конфликтовать с близкими, не срываться по пустякам, принимать меры по своему здоровью. То есть могут обостряться хронические заболевания. На дорогах очень много неадекватных людей в это время вы можете наблюдать. Очень много аварий, опять же, по причине неадекватности психологической. Люди ведут себя тоже как-то не так, как они раньше могут срываться. Обострение психических заболеваний, это все наблюдается вблизи солнечных и лунных затмений. Зная это, вы уже можете по-другому на это реагировать. Реагируйте на это с некоторым легким чувством юмора. По крайней мере, не принимайте близких к сердцу и принимайте меры безопасности. Я желаю вам всего самого лучшего. И все это можно пережить, если, конечно, знать заранее. И события, связанные с затмением, не столь легкие, но, в общем-то, они все переживаемые. Для некоторых людей они сулят и удачу, и счастье, потому что оно, это счастье и удача, не только в наших руках, а от нас зависит. Всего вам самого доброго.